В этом году учредителями нашей премии представлены департамент культуры правительства Москвы, творческий центр ЮНЕСКО, ну и, естественно, редактор журнала «Планета красота». Идея организации сегодня предвиделит мне, я главный редактор журнала Светлана Михайловна. Вы знаете, это замечательное мероприятие никогда бы не смогло состояться, если бы не наши партнеры, которые нам уже помогают многие по 8 лет. Прежде всего, мне хочется поблагодарить фирму американскую «Джонсон и Джонсон» и их французское подразделение «Рок». Как все видели рекламу, «Рок» всегда выполняет свои вещания. То есть все наши мероприятия сегодня получат эти замечательные подарки. Вторая фирма, с которой мы уже давно работаем, это фирма «Лориали». Здесь есть подарки «Лориали Бобеж», «Лориали Конфестональ» и «Мои линии». И, наконец, тоже наши давние партнеры, это «Мертвое море», косметика «Мертвого моря», «Лориали Израиль». То есть вся качественная косметика, это одну днись каких-то киосков, она действительно, я думаю, всем вам понравится. «Золотые лиры» делает для нас фирма, и, ну, то есть это делают художники, возможно, вы видели, их пути, расположенные на Лукинском бульваре, называется «Лерея бриллиантов Лукинских ворот». Так что у нас все, как говорится, как у всех ослых. И самые юные наши лавиаты получают очаровательные и большие специфичные учения. Еще, конечно, всегда говорят, почему вот вы все-таки это устраиваете и делаете. Вы знаете, недавно было много передач, посвященных Александру Актулову. И он был песней, в которой он очень хорошо сказал о том, что да, болит, да, рамка, но хорошо, чтобы еще когда актер живой, чтобы его как раз еще приветствовали, пока он жив. И в этом смысле я всегда начинала со слов Нитша, которые говорят, что люди умирают от недолюбленности, а актеры умирают от недохвальности. И поэтому, чтобы вот как бы вот это нам, ну, что ли, переменить эту ситуацию, мы всегда с радостью хотим воздать актерам, потому что от актеров очень много зависит. Воздать это действительно, как мы можем, только чтобы действительно они тоже почувствовали себя, что они сегодня замечательно, замечательно во всех отношениях ведут церемонию. Но я считаю, что самый замечательный критик, критик, который просто знает актеров и актрис, как никто другой. Это Вера Анатольевна Максимова. Вы должны представить, как я волнуюсь, причем клянусь жизнью, что я говорю сейчас не дежурную фразу, потому что среди тех, кого сегодня будут награждать, есть люди, которых я знаю всю свою жизнь, преклоняюсь, обожаю, уважаю глубочайшим образом, люблю, с которыми мне очень легко и просто. Есть для меня, конечно, не такие близкие, знакомые люди, но чем хороша эта премия? Она как бы лишена такого официоза. Женщины и ее героини премии женские и очень красивое название «Золотая мира». И в подарочных пакетах все то, что нам остро необходимо, чтобы быть молодыми, красивыми, уж столько лет, сколько нам Бог отпустит. Делается это все, Светлана Борисовна сказала, с огромной душой. Понимаете? Потому что вот этот красивый журнал, который иногда путает с гламуром, и сейчас скажу почему. Гламур тоже может существовать. Но это очень серьезный журнал. Здесь работают замечательные критики. Во всяком случае, все, что у нас осталось в критике, такого серьезного, доброго, глубокого, здесь собрано в этом журнале. С гламуром его соединяет только одно, что роскошная бумага, великолепные фотографии и очень хороший шлейф. Все остальное серьезно, все остальное чисто. Я в этом плане как бы выступаю, как вам сказать, энтузиастом и апологетом этого журнала. Я за это отвечаю, с удовольствием там сотрудничаю. И понимаете, чем хороший этот журнал? Тем, что он действительно идет к людям. Театр с добром. Можно писать все, что ты хочешь. И те люди, которые, например, со мной связаны, знают, что я старалась быть искренней, старалась быть честной. В наше время, когда мы начинали, были молодыми, слово мораль и чистота профессиональная очень много значили. Других не пускали на порог театра. Сегодня у нас идет такой, знаете, поток туда-сюда. Сегодня вопрос моды, вопрос, конечно, пиара, клана. Все это имеет место быть. Хотя я сегодня утром читала и думаю, ни первые, ни последние. Бывают такие вот переменные времена, когда ломаются эпохи, и попчинка повторяется одно и то же. Потом что-то уходит, что-то остается. В театре, безусловно, пошли новые движения, новые критики. Это, как правило, очень хорошо пишущие люди. Бойко, энергично, очень осведомленно. Может быть, слишком жестоко иногда или иногда очень грубо. Но это может быть чрезмерно следует, а что-то останется. Останется свобода, останется действительно широкий горизонт, потому что мы сидели, знаете, все-таки за стеной. Мы критики русского театра. Эти люди ездят, смотрят, организуют фестивали. Что-то уйдет, что-то останется, поэтому нам нужно слушать друг друга. Но мне кажется, что наше время сегодня довольно сложно еще потому, что такого вот отказа, обрыва. Я тут вечером слушала радиостанцию «Свободы» и поступала обожаемая у меня Гира Николаевна Головко. Она один из лауреатов вот этой премии. Сейчас вы это все увидите. Я ее слушала, слушала, слушала. Очаровательно совершенно наговорила. Причем ощущение было, что не две интервью, а такие, знаете, как бы к ней. Знаменитые актрисы, знаменитые красавицы в художественном театре. Потрясающий голос, потрясающие нервы, эти фантастические глаза. Мы же все ее видели, как в великой роли старой графини в «Войне» имели. А мое поколение видело еще и великие роли в художественном театре. Но понимаете, что меня потрясало, что она была так деликатна по отношению к очень жестким и бойким ведущим. Вот она называла один спектакль, и спросила, «Кирка Николаевна, как играют актеры?» Она сказала, «Знаете, неплохо, я их всех люблю». Вот сегодня время часто неплохо, пристойно, нормально. Вот я хотела, чтобы вернулось время, когда мы говорили, потрясающе с утра. Бегите смотреть, изумеете. Вот люди, которые собрались здесь, в этом море актерства, в море мнений, в море театра, очень часто дают творения, которые были потрясающие. Значит, у нас такая будет волна, возрастная, театральная и так далее. Я хочу, чтобы самые наши любимые, самые уважаемые, самые, может быть, даже изнаменитые, сейчас поднялись вот на эту невысокую сцену. Значит, я вызываю народную артистку России Татьяну Петровну Панкову. Актриса малого театра, как называется, коренная, программная, основная. Без нее малого театра нет и ничего не преувеличивают. Народная артистка России Кира Николаевна Головкова. Пока не сидит, нужно сместить. Кира Николаевна. Легенда художественного театра человек, который вот только мы не успеваем. Надо стоять около них, сидеть и все время записывать то, что они видели. Потому что часто сегодня не верят, что эти чудеса были. Народная артистка России Ирина Павловна Карташова. Театр на Север. Народная артистка России Ирина Ивановна Гуляева. АПЛОДИСМЕНТЫ Это чудо. На Север. На Север. Когда-то девочка, на которую бегала вся Москва смотрит, потому что она была легендарной травестию художественного театра. Она играла девочек. У нас сегодня эта амплуа почти уничтожена. А, между прочим, дети такой возраст равны себе так играть, как Нина Гуляева играла, не могут. А теперь это грандиозная, характерная актриса художественного театра. Я желаю, чтобы она была здорова и так же прекрасно выглядела. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, значит, остальные будут выходить из зала своим путем. Но это, значит, как бы преамбула. А теперь у нас ведь дамское общество преобладает. Мужчины, конечно, у нас есть в зале. Но будет такой небольшой-небольшой подарок. Значит, мы с Светланой Борисовной очень спорили, нужна ли нам музыка. Музыка нам нужна всегда. Мы решили. И, значит, вот сейчас молодой актер, актер новой оперы нашего, как бы новатурствующего оперного театра, очень интересного, так как я оперой не занимаюсь, Игорь Сидейников, поэтому я буду читать по бумажке, с своим партнером, концертмейстером Ольгой Сидейниковой. Они, значит, будут нам петь. Это сюрприз дамы, которые в зале, и сюрприз нашим дорогим, ненаглядным, сидящим на сцене. Значит, будут исполнены два романса. Слушайте, если хотите, это к вам. Значит, это старинный цыганский романс, музыка Шишкина. Вот и слова тоже Шишкина. И второй романс. Я люблю вас так безумно. Автор стихов неизвестен, а музыка Кри-О-Джи-О. Прошу внимания. И поприветствуйте нашего гостя Кри-О-Джи-О. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слушайте, если косите, песню я вам спою. И в звуках песни этой открою всю душу мою. Мне так отравность своей Носиться над волной, Что в бездостках улыбай, Но учаться мне было, Мне жаль. И этой зимной ночью Так на кругом заспит. В дне древней твое сердце Оно сильнее звучит. В душе жертва И, Боже, так боюсь, Что невозможно Ещё когда-нибудь Где-то ночь вернуть. Мне так отравность с вами А в сердце надо волной, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Россия, как она это играла, я помню, что я с наслаждением это все описывала, и я была гордами мгновенно, это бывает очень редко, когда за единственную роль Мини Ивановны персонально была вручена государственная премия, так и это было не очень просто, тем более это был Распутин, его не очень любили, и была вручена вот этого действительно заслуженная премия. Я горжусь этим, Мина, и я тебя очень люблю. Так, еще одну суточку, я виновата. Пожалуйста, прошу сюда критика Полисова. Прошу. Добрый вечер. Мне довольно сложно будет говорить после Леры Анатольевны, поскольку ее рассказы о каждой из героев сегодняшнего вечера достойны, я не знаю, изумления и вложения, но тем не менее, поскольку поводом для сегодняшней премии Линии Ивановны послужил спектакль «Тутиш» в Московском художественном театре, который я видела, мне позволено сказать те самые два слова, которые я сейчас и скажу. Это совершенно удивительный спектакль. Я взяла его программу на всякий случай с тобой, для того, чтобы обязательно порекомендовать его увидеть. Это спектакль Марины Брусникиной. И среди семи мастеров старшего поколения МХАТа, я не решусь назвать их стариками, Нина Гуляева по праву царит в этом спектакле. Она играет не только с достоинством, но с огромным удовольствием и с каким-то счастьем внутренним актерским, потому что действительно мы все понимаем, как важно актеру иметь роли, иметь роли всегда, иметь новые работы. Она играет, знаете, как настоящая женщина, настоящая королева. Если бы вы видели, как Нина Ивановна проходит в танце, в таком красочном национальном костюме, вы бы испытали то же самое тепло и наслаждение, которое испытал на этом спектакле я. Спектакль этот посвящен таджикской деревне в непростую эпоху 90-х годов. Но в этих персонажах, красочных, ярких, очень выразительных, нет вообще никакой этники. Потому что главное в этих героях не эмоциональная принадлежность, а душа. И мне кажется, что молодые актеры МХАТа, которые играют вместе со старшим поколением на сцене в этом спектакле, наслаждаются каждой минутой пребывания в одном поле, в одном эмоциональном напряжении с теми мастерами, с которыми вы счастливилось работать. Поэтому, Нина Ивановна, я вам желаю здоровья, я вам желаю новых ролей, и я очень надеюсь, что ваша жизнь творческая будет такой же яркой, как в тот момент, когда вы выходите на сцену в этом удивительном, неспешном, очень благородном и деликатном спектакле. Я вас поздравляю. Спасибо. Я даже не знаю, что сказать, потому что столько много говорили, и все, что я хотела сказать, уже сказали. Но я вот что хочу сказать, что я думала, что я в театре проработала тут 54 года, наверное, 54, что-то побольше, и я думала, что уже все кончено, и чтобы у меня уже все забыли, когда-то я играла. Сначала для меня было большое удовольствие и счастье утром сыграть слов, куклу фаркоровую станцевать, а вечером запренироваться, играть старуху, которая умирает. И я в этом получала, знаете, просто физическое наслаждение. Я поняла, что, конечно, артист жив творчески. Это такая радость быть на сцене, играть и чувствовать зрительный зал, и что зал тебя понимает и вместе с тобой сопереживает, и потом аплодирует, и видишь благодарность этого зала, то такие силы приходят, что, кажется, можно еще один спектакль сыграть только сейчас, даже не сгренироваться, а прямо начать снова новый сеанс. И еще, еще, и идешь домой окрыленное. И знаете, я чувствую, что это для актера, это продолжение нашей физической жизни. Как бы там горький сказал, что смысл жизни везде творчества, а творчество самодовлее и безгранично. Это действительно так. Вот он бы сказал это здорово. Это творчество, оно самодовлеет. Оно везде творчество. Вот цветы это творчество. И безграничные самодовлее. Вот. Правда. И я очень благодарна театру. У меня там очень сильная жизнь была в театре. Я туда пришла, и мне готовься еще и сказал, вот старый готовься, вы его, наверное, помните, народный артист Советского Союза. Он мне сказал, Нина, у тебя театр принят. Я уже на третьем курсе, я уже, Селёгу, уже мало чего манили, говорил у меня в Константине, а я говорю, мам, я знала, я знала. Я не умерла, нет. Вот. И он говорил, у тебя театр принят. Тебя театр полюбил. Ты пришлась по двору. Ты пойми, что театр, потому что артисты полжизни ищут свой театр. Это такое счастье, попасть вот на свой театр. Где тебя труп полюбит, учит. Я это губком учила с ним. Они меня все учили. И как играть, и как делать аплодисменты, и как делать паузу. И на каких местах слышно, на каких не слышно. Все мне объясняют, все говорили. И я просто становилась среди них актрисой. Я не в школе-студии, а там, там, в театре, в созывательном зале. Что-то я заговорилась. И вот сейчас я хочу сказать, что я благодарна Никаковой. Я очень жалею, что у нас уходит наша реверсунка. Вот, знаете, этот театр, ну, такой, ну, что ли... Так вот, и я очень благодарна своим партнерам. Вот здесь сидит Колечка. Мы с ней играем в кошке-мышке. Я ее просто обожаю, люблю. Я свою партнерку обожаю. Здесь у нас молодые актеры, с которыми я играю. Я их люблю, они это чувствуют. Собаки, они чувствуют. Они меня тоже любят. И они, и они учатся у нас. Стариком. Я надеюсь, что мы... У нас вся природа идет. Он выживет. Будет его. Будет возрождение. Я верю. И надеюсь, конечно, что я еще пожилую и человек забираю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Родочка стандартной французской России Ольга Михайловна Яковлова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Она является уже второй раз рядом с Золотой Лирой. Я думаю, что по делу. Потому что потрясающая по счастливости судьба, полная, объемная, линия, ролей, если так устраивает, и думаешь, о чем она еще никакого великого автора она не сыграла. Но был обрыв, была как бы испытующая пора, была потеря колоссальная. Действительно гениантные режиссеры. И вот чтобы человек так существовал сегодня, и так крепко стоял на ногах, так замечательно художнически работал, так находил себя, в общем-то, под чужими крышами. Потому что Оля прекрасный период был и в театре Маяковского, и сейчас очень интересно смотреть ее в художественном театре. Я очень рада, что она сегодня здесь. Оля, если можно, вы поедите. Пожалуйста. И вот, пожалуйста, я прошу сюда вашего зрителя, который действительно замечательный писал «Айкросс», долго и много. И очень чувствует он Аяковлеву, действительно первую актрису, и действительно исчезающего, и в то же время вечного театра. Я прошу сюда Юрию Кутштейн. Пожалуйста. Добрый вечер. Брежде чем Аяковлевой, я хочу обратить ваше внимание на то, что актрисы эти потрясающие, и говорят без микрофона, а мы так не можем. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, когда Яковлев праздновал свой день рождения в театре Маяковского, меня поразила одна ниша. Там выступало много достаточно умных людей. Они меня поразили той наивностью почти дерзкой, с которой они не сговаривались, говорили, что вот как-то думали, просто нет, и она есть. А вот Яковлева осталась. И вот стало особенно понятно, может быть, именно тогда, что тот великий театр создавался не... создавался, как бы сказать, вдвоем в каком-то смысле, в каком-то тайном союзе, сочувствовании. Но у Яковлева Яковлева была драматической актрисой, трагической актрисой. А сейчас она лихо играет в «Амхате» в «Дэви». И когда я был на спектакле и сидел, то сзади, в общем-то, раздавались такие недуменные какие-то высказывания. Мол, раньше, наверное, там где-то ровно, или там где-то демонно, а тут что-то такое. Вот другое. Ну, понимаете, когда актриса так может другое, так фантастически ощущает легкость этой вот стихии, так шагит, так хулиганничает. Она сейчас сидит рядом со мной на кресле, хулиганничала, что невозможно остановить. Понимаете, вот это вот... Наверное, театр Сепросов был заодно и очень серьезный, а с другой стороны был в каком-то смысле игра. Легкость там была. Там не было такой вот мучительности. Это было легкое дыхание такое замечательное. Вот это легкое дыхание – это такое естественное ощущение конизма вместе с молодыми актерами, которые вокруг нее. И у меня всегда ощущение, что вот ее такой странный стиль как-то вне времени, и поэтому всегда кстати. Он всегда свой и всегда вот современный. И у меня ощущение, что с молодыми актерами ей даже иногда удобней и легче, чем со сверстниками. Потому что она как-то так... Ничего на текущей не прилагает такое впечатление. Живет сегодня. И даже может чуть-чуть завтра. Поэтому, ну поскольку кто-то вот рекомендует ходить, то я тоже рекомендую пойти на спектакль, который в кончательном варианте называется «Весенняя лихорадка». Она там поет, танцует, ведет себя крайне легкомысленно, но при этом, поскольку она играет там актрису, которая еще все время актерствует, то вот эти несколько, ну как сказать, рядов смыслов, они в итоге создают такое целое, довольно загадочное все-таки. И понять, где она там шалит, а где шалит она на самом деле там все серьезно. И то, как она произносит фразы этой актрисы, понимаете, никуда же не уйти от ее истории, от ее судьбы, от ее глаз, от ее голоса. Вот в сочетании этой легкости с тем, от чего не уйти, вот как вы создаете то самое, что весьма замечательно в этом спектакле. Хочешь, ты будешь что-то говорить? Две, два, две фразы. Вот это очень хорошо. Театр вечно жив, жизнь прекрасна, кратковременно пролетает как медь, и будьте счастливы. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ И мы рядом с Золотой Лерой становятся одна из замечательных наших актрис, скромнейших и прекрасных Светланы Николаевны Мизерин. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, мы ее редко видим, вот, я не люблю слово «тусовка», но она же в сборище, довольно многочисленное. Знаете, вот она из тех актеров, которые как бы мало там бывают. Мы плохо даже знаем почему. Но во всяком случае, вот когда я ее сегодня увидела, моментально ее узнала после очень большого периода, я же подумала, боже мой, что же это такое? Рядом такое громадное человеческое актерское богатство. Ведь это первая основательница современника. Ведь это первая исполнительница роли Вероники. Ведь это любимейшая, последняя, как говорится, земная любовь Николая Павловича Хлопкова. Это несравненная, ставшая вровень с Юлией Константинной Борисовой, вальга дешевка в «Иркутской истории». Ведь это действительно потрясающая актриса, какая акцент типа. И причем не поймешь, она драматическая актриса, великолепные чувства юмора, красота. В общем, удивительное совершенно создание. Сейчас у нее как бы свой театр. И я хотела бы, чтобы мы там все бывали. Это театр называется «Запричастность». Знаете, она работала еще и в театре Пушкина, и тоже прекрасно работала. Ее надо смотреть, потому что я уверена, что она такая же прекрасная, как и была. Пожалуйста, народный артист, режиссер, который работал с Светланой Николаевной, Александр Ботонский. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, вы уже все сказали практически. И то, с чего я хотел начать. Но, действительно, сегодня это Светлана Николаевна. Муза и душа. Театр «Сопричастность», который возглавляет Игорь Сиренко. И, может быть, театр в некотором роде «Одиночки», напоминающий мне немножко Баглеровского «Альпатроса». Театр, в котором все делается любовью. И вот последняя роль Светлана в «Королеве матери» – это опять ее, мне кажется, тема о человеческих, тончайших человеческих связях, которые… Единственное – наше богатство. Они распадаются, они случаются. Как их оберечь, как жить без них. А жить без них невозможно. Вот об этом, мне кажется, она отыграет роль. И еще одного хотел бы сказать. Здесь прекрасные актрисы сидят. Может быть, это касается всех их. Когда-то Алексей Дмитриевич Попов, великий режиссер, написал на портрете своей первой актрисы, Любови Ивановны Дубжанской. Актер – умница своего времени. Актер – умница своего времени. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие коллеги, мне очень приятно встретиться со всеми вами, дорогие женщины, очень любители этого фестиваля. Благодарю. Я очень рада. Я рада встрече вот сегодня. И так буду рада очень, если вы будете приходить в наш замечательный театр. Он действительно умница нашего времени целиком. Это театр сопричастности. Ему в этом году 18 лет. У нас отменный репертуар. Прекрасная труба. Пожалуйста. Будьте добры. Мы будем очень рады вас встретить в нашем сайте. Спасибо. Здоровья всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Моуреатом «Золотой Лиры» становится народная артистка России Светлана Брагаренко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 если на сцену выходит Татьяна Панкова, Кира Головкова, Елена Карташова. Я не буду всех перечислять в наших замечательных материалах. И вот сегодня, говоря о Светлане Прогарнике, я хочу сказать, что мы видим живую связь времен. Мы видим, как традиции, высокие и великие традиции русского актерства продолжаются в сегодняшних актрисах. В тех, кто сегодня почти каждый вечер выходит на сцену. Наверное, каждый актер чувствует себя не сыгравшим всего, чего он мог. Но мне кажется, у Светланы Прогарнике счастливая судьба. И она сыграла много ярких, крупных, удивительных ролей. Ей посчастливилось сыграть в пьесе Джуно Нила. Она сыграла Марлен Дитрих. Она сыграла Хариту Алмудалову. У нее... Она умеет быть жесткой на сцене. Она умеет быть капризной. Она умеет быть необыкновенно страстной. И всегда ее роли филигранно отделаны. Но сегодня мы эту премию вручаем ей за роль Софьи в спектакле «Последний», поставленном Сергеем Яшевым. Нам иногда кажется, что наши классики немножко устарели, но «Горький» на сцене театра Гоголя прозвучал удивительно современно. С такой горью, с такой страстью. И Светлана Прогарник в этой роли открылась с совсем новой стороны. В ней появилась какая-то новая мудрость. Женская отчаяния. Глубина боли матери за своих детей. Она стала центром спектакля. Его нервы. И мне кажется, что если вы хотите понять многие трагические, драматические вещи, которые происходят сегодня, надо пойти посмотреть этот спектакль и еще раз восхититься игрой Светланы Прогарник. Я желаю вам удачи и новых ролей. Всегда не понравится. Спасибо большое. Я благодарна, я горда, что я нахожусь среди таких замечательных, таких любимых, таких обожаемых моих коллег, прекрасных женщин. И еще хочу сказать, любите театр, мои родные. Это наше последнее прибежище. Всем целую. Прошу прощения. Приходится одновременно немножко скандалить. Потому что это страшное дело. Я даже кричать за газа не могу. Лауреат, называвший Лирой, становится замечательной актрисой театра в Таганке, любимейшей актрисой сегодняшнего, Ирина Петровича, любимого, Любовь Семеновна Селитин. Театр коллективной воли, театр коллективного действия и такая яркая, потрясающая индивидуальность. Почему я говорю яркая и потрясающая? Потому что жанр трагедийный, актриса от начала и до конца трагедийный, это очень редкий сегодня жанр. В наше время взыскуют трагедии, ее не рождают. Любовь Селитин, это, конечно, актриса трагедии. Ее Медея, ее Клиттем Нестра. Я была потрясена героем в последней работе. Это, конечно, тому доказательство. Я вызываю сюда, извините, Любочка, что я с тобой вам почти полузаду, я вызываю сюда нашу замечательную критику Татьяну Калстиновичу Мадисову, которая о Селитине талантлива и много писала. Во-первых, присоединяюсь к тому, что сказала Вера Анатольевна. В прошлом номере журнала «Планета красоты» на обложке был портрет Селитизма и короткая подпись «Красота террорического дара». С каждым словом согласен, потому что редкая открытие сложно может дать планку трагедии такой высоты, как Медея. Но лично для меня, а я субъективна, все выцены дорого, наравнение и счетно. Раньше это называли забытным словом, лично женственно. Это не только ее «Нежная Ирина», не только Татьяна Ларина, роль, в которой, по-моему, она была рождена. Но вот роли последнего сезона, как на «Протоксане», это фурия, это место, это бандыша хозяинка. Здесь играется что-то очень глубокое, тайное, сложное. Играется разрушенное, погонное, уже не жаль. Селитина никуда от своей природы идти не может. Она всегда будет играть в любую роль. И считается объемом, нам становится интересно эти женщины. Мы представляем их в прошлом, в другой жизни. И это, кажется, она, кажется, такое же редкое, такое же бесценное, как ее трагедии в кедали. Мы очень радуем вас. Спасибо вам большое. Боже мой! Какие клиенты, какие женщины! У нас сюжет еще есть! Какой чувак! Я не могу пробовать, с этим мирами трагичный. Меня же прочитали. У нас еще есть сюжет. Во-первых, театр Таганки. Театр... Я уже все равно работала. Причем театр... Ой, извините. Я забыла, что я не актриса. Значит, вы знаете, тут приготовлено приветствие от театра. Это всегда необыкновенно важно, необыкновенно трогательно. Поэтому, пожалуйста. Во-первых, выйдет нано Татишвили. Правильно ли? Да. Это одно вот приветствие. А второй партнер Любови Силютиной, Иван Рыжевов, прочитает послание Юрия Петровича Любимова. Прошу внимания. Любовь, пожалуйста, сидите с тобой. Простите, можно я... Может, все-таки первое выступление? А да, а у нас как бы запрограммировано все. У нас все срепетировано. Простите, а там кто-то самого изоцифируется. За стул. Прекрасно. Люба, приготовься. Я хочу зачитать слова приветствия Юрия Петровича Любимова, моего шефа, но просто гениального человека и художественного нашего руководителя. Он, к сожалению, независимым причинам не смог прибыть на это торжество. Очень сожалеет, но прислал такое письмо. Я благодарю вас, что оценили уникальность дарования Любови Силютицы. Когда мы гастрогировали в разных странах мира, она умудрялась покорять зрителей, посетивших спектакль на чужом языке. Она умеет достигать суть характера, который она изображает от редких. Исполняя великие роли мирового репертуара, это Сафокл, Европей, Достоевский, Чехов, Астернак. Она с достоинством говорит о высоком уровне культуры и своей страны. Юрий Петрович Евгений. Ну и как партнер, главное не плачь, что-то. Вот трагическая актриса, что ей играть, что ей играть. Она уже зла заплатила, все, уже ничего не надо. Я как партнер присоединяюсь, мы с ней уже 10 лет на одной сцене, это действительно большой мастер. И, кстати, вот к вопросу о премии, вот действительно, вот новая ноу-хау такая, у людей в голову взбрела такая. А почему мне не ввести какое-то звание дважды народное, там, трижды народное, так вот, с течением времени? Потому что лауреаты найдутся, найдутся. Уже вот есть, я предложение, как это... Ну надо предведь его. Предведь его? Конечно. Ну, наверное, будут транслировать, там, или донесут, и без этого. Спасибо за внимание. Донесут скорее. Спасибо. Вы знаете, я хотела бы сказать буквально несколько слов. Я совсем недавно работаю в театре «Матаганки», и вы знаете, я считаю, что мне посчастливилось по-настоящему работать с Любовью Семеновной на одной сцене. Мне посчастливилось, что она мой партнер. Я вас очень люблю, Любовь Семеновна. Я вам желаю много-много интересных ролей, и по-настоящему восторгаю с вами, как образцом, высоким образцом, русской актрисе. И если можно, я бы хотела буквально использовать один кулет из «Хабанеры» и «Кармен». Я хочу Семеновна подаровать. Спасибо. 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 Добрый вечер. Спасибо. 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 Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. БRealм. Добрый вечер. Вахху. Добрый вечер. Вы знаете, это только благодаря тому, каким у меня были, вернее, есть учителя, я хочу с благодарностью назвать их имена. Это Кама Гинкас, это Генрид Гириновская, конечно же, это Антоний Васильевич Чефрос, и, конечно, это несравненная Оля Яковлева, восхитительная, перед которой я преклоняюсь, которую я обожаю. И я хочу, Михайловна, прилюдно признаться вам в любви. И да, я хочу сказать, что вы знаете, вот те воспоминания, то прошлое, которое у нас с вами есть, оно есть уже навсегда. И я знаю, что оно навсегда останется со мной в моей жизни, и я этим очень счастлива и благодарю вас за это. Спасибо вам. Я, во-первых, отдаю честь и вообще поклон таким величайшим актрисам нашей современности, которых я обожаю, которым я преклоняюсь, и с которыми я сегодня вот как бы на... Хотела бы поблагодарить свой том театра на Таганке Юрия Петровича Любимого, который как бы дал мне возможность и выявиться, и сыграть роли замечательные, и сыграть у японского режиссера Тагаси Сууки роли, которые меня отметили. Поэтому спасибо большое. И хотела бы поблагодарить организатора и редактора журнала, который любит артистов, который как бы нас вот здесь всех пригласил. Да. Что-то хочу отречиться к замечательной женщине, в раме с такими великими женщинами, как Каталину Любимову, которая держит наш театр и бестует нашего Юрия Петровича Любимова. Театр сверкает, Юрий Петрович выглядит так, что просто только диму даешься. Дай ему Бог здоровья, дивный цвет лица, потрясающий загар зимой, совершенно непонятно откуда, все в порядке, роскошно выглядит. Дай ему Бог здоровья, передайте наш огромный привет и нашу любовь, Каталину, пожалуйста. Дай ему Бог здоровья, передайте нашу любовь, Каталину, передайте нашу любовь. Моя личная, огромная, таинственная и тайная привязанность, потому что она очень талантливый человек, она прелестная актриса, причем она, вы помните ее формуле любви, такая прелесть для Монцедана из 18 века была на экране, вот в этом чудном фильме, но она прекрасно и в театре играет. Я обожаю даже слушать ее голос, вот этот низкий, красивый, фантастический, маленький голос. Но лучше меня скажет об этом один из ветеранов сегодняшнего театрного совета, замечательный актер, режиссер Александр Ленинков. По выражению, по выражению, по выражению Агентской, я же с микрофона буду говорить, она делила тех, кто по ту сторону, и тех, кто по эту сторону рамок. Поэтому я так же, как наши братья, без микрофона. Я как партнер в данном случае, Леночкин, говорю, и меня, наверное, поймут мужики, которые в зале. Это автомат Калашникова, потому что эта актриса настолько профессиональная, которая ни в мороз, ни в стул. Будь больная, непонятно откуда приехавшая, это всегда четкость, всегда профессионализм, это возможность и умение в пору без режиссерия самой сделать роль из какой-нибудь фитюнички. И еще она не боится быть страшной. Я понимаю, что журнал удивительный, гламурный журнал. Не гламурный, скажите, не гламурный, а вы объясняли. Ну да, да, вы решили договаривать, что журнал, кроме хорошей бумаги и качественной фотографии, все остальное качество, да. Но умение сделать без режиссера, из любой какой-нибудь, простят мне, фигни, не каждый актрис этот умеет сделать, потому что без режиссера вы все ничто. И когда произносится фамилия любимого, я облизываюсь, завидую и думаю, не повезло, не пришлось. А я, наверное, там мог бы работать. Я, Леточка, я как партнер тебе говорю, ты удивительный, ты профессионал, ты не боишься быть страшным. Версик сказала о формуле любви, но придите на шум за сценой, где она ухитряется в течение спектакля быть каким-то странным, бесполым существом и тут же перевоплощаться в очаровательную женщину. Тут же, через секунду, сходите на шум за сценой и вы поймете, что такое профессионализм, мастерство и что такое комедия. Пускай это скрытая реклама, но я это и должен делать. Нас хотя бы двое из одному театра. Трое. Как? Трое. Трое. И еще будет Вита Семарюкова, которая не приехала, которая тоже... Здравствуйте. Вита! Здесь. Мне сказали, она вонит. Поэтому, я обожаю, люблю, свести через два дня нас. Да. Я очень быстро, да. Я понимаю, что надо сказать очень быстро, но все равно хочу сказать, очень хочу сказать, потому что я не то чтобы счастлива и горда тем, что я здесь нахожусь, я потрясена. Потому что моя самооценка вот от начала вечера сейчас до конца, она выросла, и я уже практически просто головой уже от потолок ударяюсь. Даже не знаю, как я буду ходить с этим самооценкой на сцену. Что-то невероятное, потому что вы меня, конечно, ввели в такой круг потрясающих женщин. Просто я не могу. Вам, кстати, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарна, и благодарна я еще в стройне, в четверне, потому что у меня очень долго не было достойной роли, за которую можно получить награду. Вот, я желаю вам всем, чтобы у нас были такие роли, за которые мы можем их получать, а то, что мы можем их сыграть, вы это понимаете. Да, как только дай мне, мы не сыграем. И последнее, очень хочу, конечно, вот после всего увиденного дожить до внуков, а лучше до правнуков. Вот, и через 40 лет достойно получить еще одну, что это было. Вот вы выкликнули Вику Северюкову. Я вызываю на сцену. Вы знаете, с актерами, то есть с актрисами мы сейчас немножко все исчерпали. Здравствуйте, господи. Здравствуйте. Да, посмотрите, что носят в Париже. Вот сейчас пили репортаж, она говорила так, я на Ленинградском шоссе подъезжаю. Вот видите, подъехал, теперь мы научимся. Значит, чем замечательно, это действительно удивительно, талантливая женщина. Конечно, художник по костюму или вообще художник театра, он на сцену выводит, разве что на премьере, но Вика знают все в Москве. Я видела, как она работала с такими актрисами, к которым не знаешь, с какого боку подойти, допустим, Татьяна Васильевна Доронина, и я никак не могла понять, кто из них главный. Потому что вкус, очарование, красота, все это я с полным узнаванием говорю, понимаете? Странность прекрасная в художнике, потому что вот был ее вечер, сейчас об этом вам расскажу, потому что коллекцией была историческая коллекция, исторический, дам, актрис, фантастическое белье 19 века, и нашего века, и сумасшедший дом, понимаете? Это, конечно, личность, и сегодня очень востребованный театральный художник. Ей очень серьезно и, слава полу, постоянно занимается один из самых лучших наших сегодняшних критиков, Наташа Кизмина. Прошу тебя. Продолжаю то, что начала говорить, Анатолий, могу добавить про Виту, что она принадлежит церковь театрального художника, которую я безумно уважаю, потому что это, можно со мной согласиться, это все-таки белая кость в театре, это аристократы. И если мы начнем падать, театр начнет умирать, что-то в нем будет не в порядке, они его поддерживают, потому что у них есть знания, у них есть правила, у них есть канон, они держат вкус, и в этом понимают гораздо больше нас, поэтому думаю, что мы с ними не пропадем. Хотя очень часто их забывают даже театральные критики, когда пишут лицензии, потому что когда спектакль замечательно одет и прекрасно расположен в театральном пространстве, это так естественно, что они составляют часть общего впечатления, поэтому их иногда не называют. Теперь, когда будете в театре, обязательно посмотрите, кто художник спектакля, кто художник в костюме. Веда действительно замечательный человек, и не только Статьяна Васильевна, на рынке она может быть главной. У нее есть Людмила Марковна и Горченко, а также со многими известными актрисами. И вот тот самый упомянутый вечер, о котором я, на то, мы говорили, проходивший первый актер, поразил меня на этих техниках, пришли масса известных и очень заметных людей, очень известных артистов. Причем пришли не для того, чтобы солировать, а для того, чтобы сказать своему художнику несколько добрых слов и даже просто поносить платье. Мы все участвовали в таком абсолютно нехарактерном для Никтофиле и даже просили к этому поучаствовать, чтобы показать какие-то костюмы. Это означает, что Вита, очевидно, угадала с костюмом. Им удобно в них, им приятно их носить, не только в спектакле. И это тоже работает на образ. Вторая замечательная вайга, которую любит Вита, я расскажу вам, это она все равно, она на вечере об этом сказала, что люди далекие от театра, они иногда ей говорят, какая ты счастливая, ты видела известных артистов в городе. Так вот, наверное, действительно, поскольку все-таки пример, для того, чтобы одеть актеру или актрису, он надо сначала расти. Но дело в том, что вот у Виты есть замечательная способность. Зная изнанку театра, Витя спектакль в неготовом виде и артистов не одетыми, она все равно как-то не путает вверх снизу и любит его так романтически и так много успевает для него сделать, что поэтому ей такой же любовью отвечают и артисты. Она умудряется иногда по пять спектаклей в сезон оформить и даже с такими очень капризными в творческом отношении артистами, как Олег Меньшиков, да? То есть, как-то 1900-х. Ведущий тоже в театре на сайте. Но это никогда не халтура, и она очень любит переодевать артистов. Это не то, что в некоторых интрибтизах стол-два стула и две тряпочки, одно перо. У Виты всегда дуплеоновские планы, костюмы всегда уйма, море, и они всегда так хороши и артисты, и так красочны, что, я думаю, за это ее всей, что она устраивает артистам и зрителям праздник и тяжелых успехов, что ты все успевала. Живет она в таком линии, который нам не сломается. Я сейчас все скажу. Знаете, художник по костюмам, вот сравнить его нужно с различиями. Во-первых, и мы, и они, это тайные борцы такого тайного фронта. Во-вторых, и мы, и они, лишенивиц, вас никто не знает. Но счастливцы, которые имеют фамилии. И я очень благодарна за то, что вы вспомнили мою работу и вспомнили меня. И, ну, когда за мной находится сцену, где находятся такие, такие отрезы, я могу сказать красиво. Я благодарна Богу за высочайшую честь быть соавтором и заниматься соотворческими, потому что это почти как любовь с такими актерами, великими, замечательными, с которыми можно вот так легко, красиво делать совершенно фантастическое дело. Тихо. Спасибо. Спасибо. Ирина Павловна Карташова, вы будете с вами. Хочу вас слово сказать. Вита, я убеждена, что то, что я получила в первую очередь, как для ученых, уверяю вас, что большая заслуга в этом, больше, чем половая заслуга костюмы Виты. Я вам говорю совершенно правильно. Я играю в аспектакле два эпизода, совершенно разных, абсолютно. И только человек об необычайной творческой души может так переживать за то, что ты делаешь в этом костюме и в совершенно другом, как Вита сражалась с костюмом, где я играю с на руку. Ну, что-то ей хотелось, чтобы прямо было полое плечо, еще-то, да. И так она переживала, когда что-то ей казалось не так, это только очень творческий человек. Виточка, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Лауреатом «Золотой Лиры» этого года становится Ирина Виноградовна. Очень серьезно написано. Координатор интернетовского проекта театрального «Смотрите». Значит, вот те, кто помогут, прошу вас сегодня. Спасибо. Аплодисменты. 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 Но это же лично. Знают и люди моего поколения. И еще старше. Знаете, сегодня время диктует определенные условия. Если бы вы знали, я к вам обращаюсь сейчас. Если бы вы знали, как нам важно, вот даже, казалось бы, ну, ну ладно, ну прошло или нет. Когда твоя статья, причем, как правило, это острые статьи, такие положительные, мягкие книги иногда не попадают в «Смотрите». А вот какие-нибудь очень тяжелые статьи, опасные статьи, вот эта женщина, которая действительно вписалась в нынешнее время, победила нынешнее время, стала фигурой нашей театральной жизни, в общем, довольно отважной фигурой, она помещает их и читает сразу колоссальная аудитория. Вы же знаете, вы знаете, что мы сегодня как бы разорознанно плохо читаем, мы пропускаем иногда очень важное. Благодаря вам мы чувствуем, что мы связаны. Благодаря вам мы где-то ищем поддержку мужести товарища в том, что он делает. Мы многое ощущаем через то, что вы делаете. Вы очень нам нужны. Спасибо вам. Спасибо большое за эту награду. Я всегда знала, понимала, что любовь к театру это тоже процесс очень творческий. И видя здесь столько людей, которые занимаются творчеством и наставляют нам, зрителям, эту радость, ну, мне особенно приятно. И я надеюсь, что смотрите, несмотря на все свои ругательные статьи, их ловительные статьи, помогают остальным тоже полюбить это замечательное искусство. Спасибо. Лауреатом Золотой Леры становится Ирина Казначеева, ведущая телеканала культуры программа «Новости культуры». Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы что бы мне говорили, что вы очень красивые, я теперь увидела это. Я очень рада, что я не обманулась. Вы тоже, ведь знаете, вот так вот мне сказали, я слушаю Ирину Казначееву, а потом я сказала, ну-ка покажите мне, что такое, что говорить-то. Вы знаете, это тоже, конечно, новый человек, нового нынешнего времени. В хорошем смысле. Потому что искусствовед, поэтесса, автор нескольких поэтических сборников, сценаристка, телевизионный режиссер, ведущая. Вы понимаете, что это победительница? И наша лира ей, и жизнь, и судьба, и все что угодно. Я вас поздравляю, мы очень рады вас увидеть. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, конечно, для меня тоже великая честь находиться в числе таких лауреатов. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед вашим талантом. И хочу сказать, что для меня лично «Золотая Лера» — это еще один стимул творить, работать дальше и посредством эфира сеять разумное, доброе личное. Спасибо большое. Спасибо. 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 Я просто видела работу и восхищаюсь ими. Председатель и ассоциаций художников декоративного искусства Сергея Шихачевского. Прошу. Спасибо. 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 Я очень благодарна замечательному журналу «Планеты красотами», потому что я всегда любила смотреть интереснейшие материалы, которые я тогда участвовала, но, конечно, не ожидала. Потому что благодаря декоративному журналу «Планеты красотами» на любом спектакле мы увидели 30 листов сразу столько. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Ну, последний наш, как бы, как это называется, не важно. Короче, последний наш лауреат. Я только хотела сказать. Знаете, я восемь раз, ну не восемь, чуть-чуть меньше присутствовала вот при этой процедуре. Иногда так, ведущий, иногда так, как просто гости, участник. Сегодня, по-моему, просто замечательный подбор имен, вам ли кажется? И что еще потрясающее, самое страшное, когда приходишь на большие вот такие вручения, и вдруг получает директор, администратор, просто посторонний человек, дядя или муж выходит на сцену. Смотрите, они все у нас здесь. Это доказывает только то, что эти люди живые, вежливые, воспитанные, радующиеся друг другу. И мы думали, вот чем нам закончить сегодняшний вечер. Я представляю самых юных лауреатов наших. Это 13-летние, изумительные музыканты. Это маленькие наши дети. Сегодня, вы знаете, они нас иногда потрясают больше взрослых. Потому что это, слава Богу, что хоть что-то для них делается, что мы их видим, что их подвигают, что они действительно имеют трибуну сегодня, эстрады и так далее. Светлана Борисовна скажет, что, к сожалению, педагог, который должен был идти, заболел. Он заболел. Но я несколько недель назад была случайная концепция. И когда объявили сначала Настю Воронину, а потом Кристину Дорощину, ну, блин, девочки там хорошие, скоро Павел Пугун будет плакать вообще слезами, как надо его слышать. Я думаю, так всегда говорю. Вы знаете, когда эти две девочки вышли, я поняла, что это то, что именно надо, то, что мы тоже ищем. Они безумно долопили. И сейчас выйдут и Кристина, и Настя. И они сыграют, если не ошибаюсь, цыганский напевок «Закзата». Так, еще раз повторяю, все времена. Существует, извинитесь, у вас и друзья. Также, пожалуйста, Бородная Анастасия, 13 лет, Тарышина Кристина, 13 лет. Это финал вашей встречи. Может быть, чуть-чуть шире, вот здесь. Отстань, пожалуйста, чтоб тебя я застала. Нет, чуть-чуть еще менее. Вот, пожалуйста. Хорошо, хорошо. А теперь все пойдем, чтобы смешать. Сейчас получишь? Вадим. Сейчас получишь? Вадим. Хорошо. Вадим. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне будет сказать большое спасибо, и к вам вам тоже. Пожалуйста, еще девочки замечательные. Если мы вас просим, вы пейте здоровье лауреатов, и этих девочек тоже. И наше позвоните. Все. Продолжение следует.